Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады вас видеть сегодня здесь. Сегодня у нас, конечно, торжественное такое мероприятие. Мы действительно презентуем нашу пластинку, которую записали в этом году. И я, конечно, дабы снизить некий пафос всего этого мероприятия и заняться музыкой, я, конечно, очень бы сейчас хотел вначале сделать очень важную вещь. Ну, поблагодарить, конечно, тех людей, без которых этого альбома не случилось. И я очень хочу на эту сцену сейчас пригласить дорогого нам человека, выпускающего продюсера, не только наших пластинок, и вообще многих дисков, которые выпускаются под лейбом Art Beat, нашего незаменимого Big Nick'а Колю Бугачевка. Добрый вечер, друзья. Дима очень кромный человек, и можно я просто представлю этого музыканта, поскольку, на мой взгляд, те люди, которые будут сегодня играть перед вами, представлять вот этот вот кусочек застывшего в стекле своего творчества, это одни из ведущих музыкантов на сегодняшней джазовой сцене не только в нашей стране. Я это говорю абсолютно серьезно, потому что буквально ночью у меня был большой разговор с одним из джаз-гуру современности, Алексом Коганом. Он уже получил от нас вот этот вот альбом, и я услышал за эти 40 минут нашего общения столько теплых слов, где он говорил о том, что действительно вот тот пианизм классический, рахманиновский, тот пианизм и лиризм джазовый, который шел от Билла Эванса, от Мишеля Петручьяни, от учителя Диманова Игоря Михайловича Брилля, он в этой музыке слышен, он в этой музыке, как говорится, живет и радует не только самих музыкантам, но и нас, слушателей. Вы знаете, альбом для музыканта, и каждый музыкант это подтвердит, то, что я сейчас скажу, альбом — это некий отчет о жизненном этапе. Вот в создании альбома принимает участие не только музыкант, точнее, музыкант принимает самое большое активное участие, но это еще и те люди, которые работают на студии, которые начинают с отстройки инструментов, потом это все записывают, переносят либо в цифру, либо на пленку. Потом эти так называемые треки, они сводятся воедино, создавая общее звучание. Потом появляется человек, который доводит это все до совершенства, то есть он делает мастер. Потом появляются другие люди, которые носят свое творчество в оформлении этого альбома, начиная с фотографа, который должен обязательно фотографии своей, передать то состояние, тот образ музыканта, с которым ассоциируется сам музыкант и его музыка. Потом появляется дизайнер, который делает эту работу, чтобы найти то отражение, то ощущение, которое он чувствует от музыки. Ну и дальше уже выступает, чтобы не дай бог, на заводе-изготовителе или в типографии, не напортачивая, что у нас частенько бывает. Ну что ты делаешь? Везде человеческий фактор. Так вот, сегодня мы представляем потрясающий альбом, который называется «Отражение». Я очень счастлив, что кризис второго альбома, который часто бывает у музыкантов, Дима очень опытный музыкант, он прошел школу Игоря Бриля, он играл долгое время, вы знаете, кто не знает, я расскажу, он играл в ансамбле «Арсенала» Алексея Козлова. И вот этот творческий самостоятельный путь, он был, ну должен был случиться. Дима пошел, потрясающий первый альбом «Никинский бульвар», который мне довелось к счастью тоже прикоснуться к нему и выпустить его в свет. И вот кризис второго альбома Диму, слава богу, минул. Вот этот альбом, который мы сегодня представляем, который называется «Отражение», у меня в руках две копии его, это так называемый обычный вариант. А вот этот кусочек серебра, это благодаря нашему Саше Медведеву, давайте поаплодируем этому человеку, потому что мы с ним над этим мучились очень-очень долго, потому что само понятие «отражение» оно у каждого разное. Вот в любом вот отставите, на себя смотрите, и вы постоянно другой, да? И мы думали, ну как вот оформить специально… Вот их выпущено всего 50 штук, вот этих альбомов, вот этих вот. Мы их специально сделали для этого, для этой презентации, и больше нигде они продаваться не будут, они не будут продаваться, они в розничные сети эти альбомы. Но, может быть, что-то всплывет на дискоксе, на ютубе, на… Как это вот называется? Ибэй, да? Может быть, да, может быть. Но, скорее всего, этот визерный. Так что, в качестве может быть рекламы? Нет, ну я серьезно говорю, я хочу, чтобы каждый из вас унес этот фрагмент, эту частичку душевного тепла Димы и его коллег, видите ли, Виктора, Димочка. Не жаль, что я тебе поклоню серьезно за эту музыку, потому что мы ей наслаждаемся все уже долгое время, когда работали над этим альбомом. Я, честно говоря, у меня было несколько бессонных ночей, я просто наслаждался этой музыкой. Сидим, слушал и думал, что неужели вот в наше время, в жесткое время, в тяжелое время, во время, когда, как бы, нравственные окои уже настолько расшатались, ты в состоянии писать такую музыку, которая заставляет думать о вечно. Спасибо, мои дорогие. А вам всем прекрасного вечера, наслаждайтесь. И Дим, давай мы вручим, да? У нас величайший случай в жизни, первый, мы сделали эти альбомы все пронумерованные, их 50 копий, вот у каждой есть номер, но мы сделали два первых номера для двух наших дорогих людей, которые вложили в этот альбом тоже частичку себя, и вот Димочка сейчас их представит, и под ваши бурные аплодисменты мы попросим этих людей подняться и получить наши благодарности. Дорогие мои, я хочу на эту сцену пригласить двух людей, которых можно совершенно, в полном смысле этого слова, назвать меценатами, потому что без них этот бы альбом не вышел бы. Я приглашаю на эту сцену Игоря Владимирова и Андрея Попова. Это Игорь Владимирович. А вот это Андрей Шипопов, который вообще знает весь клуб Козлова, потому что это заседатель всех концертов. Ну, все, самая сложная для меня часть закончилась. Теперь можно заняться музыкой. Мы хотим начать наш концерт с пьесы, которая на этом альбоме. Она не первая на диске, но тем не менее с нее мы часто начинаем наши концерты, потому что она в себе, в общем-то, несет некое такое вступление стилистическое, я бы так сказал, которое дает мне сразу некий такой вектор по тому, чего мы в жизни нашей музыкальной сейчас придерживаемся и любим. Но, конечно, вначале я должен представить вам, моих самых дорогих коллег по сцене и по этому альбому, и вообще по концертной жизни, с которыми у меня получается именно вот эта музыка. Это мой любимый барабанщик Петр Ившин. И огромный музыкант Грифа Шестакур Петра Басов. Первый пьесный называется «Нактюр». «Нактюр». «Но всё Buenosierung» Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо большое. Сейчас мы сыграем пьесу. У нас на этом альбоме две композиции с названием «Прелюдия». Они совсем разные по настроению и по состоянию. Мы сыграем сегодня две из них, а сейчас позвучит «Прелюдия» номер четыре. Продолжение следует... 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 Я, конечно же, должен представить еще много людей, которые приняли участие в работе над этим альбомом. Вот Коля Богачук сказал, что вот таких подарочных дисков действительно только 50 штук, и они находятся, оказывается, только сегодня и только вот в этом клубе. Но у нас много есть и обычных альбомов в обычном формате, которых будет действительно много. И самое главное, что этот альбом уже доступен во всех онлайн-сервисах, поэтому, в общем-то, достать его очень легко. Я хотел бы, конечно, представить сейчас человека, который находится за звукорежиссерским пультом, его зовут Алексей Белов. Это не просто наш концертный звукорежиссер, без которого уже много лет мы, в общем-то, не можем существовать полноценно, нашим составом. Этот человек, в общем-то, создал все вот то музыкальное, звуковое настроение на этом альбоме, потому что он его сводил в мастерю. И большое, конечно, ему спасибо за это все. У меня слепит прожектор, поэтому я тебя не вижу, Алеша. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Записал у нас еще один прекрасный звукорежиссер, которого, к сожалению, сейчас нет. Он записывает огромный симфонический оркестр. Его зовут Андрюша Левин. Это наш вообще, ну, первый источник, потому что вот этот человек, который сидит на мастфильме и, в общем-то, организует очень комфортную и приятную жизнь для музыкантов, потому что мы можем просто прийти, сесть и начать играть, и все остальное уже будет вот заботой вот этого мастера, который нам так сильно помогал. Поэтому вот два человека, Андрей Левин и Алексей Белов, бульдареем, этот альбом, на мой взгляд, звучит замечательно. Сыграем мы сейчас как раз композицию, которую, именем которой как раз альбом и назван, пьеса называется «Отражение». «Отражение». «Отражение» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 С удовольствием мы вас что-нибудь напишем на бластинку. Вот здесь спасибо. Спасибо.